Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таком опасном заболевании многих сельскохозяйственных растений, как пероноспороз. Пероноспора, так же как и фитофтора, не относятся к грибам. Они раньше относились к так называемым несовершенным грибам, а теперь они составляют совершенно отдельную группу живых организмов. Это очень сильно затрудняет борьбу с пероноспорозом, потому что большинство химически синтезированных фунгицидов, которые мы можем найти в магазине, к которому мы привыкли, для борьбы с болезнями плодовых и других растений, против пероноспоры, равно как против фитофторы и других подобного рода заболеваний, которые вызываются оомицетами, неэффективно. Пероноспороз хорошо сохраняется в почве, зимует на растительных остатках. Кроме того, пероноспороз переносится семенами, как собственными семенами растений, то есть те, которые мы рассеваем, так и семенами, которые являются вегетативными органами, то есть это луковицы, клубнелуковицы и так далее. Поэтому у таких растений, как огурец, как лук, как чеснок, а также у винограда пероноспороз является одним из наиболее опасных заболеваний. В первую очередь, чтобы избежать пероноспороза, нужно как следует подготовить почву. Фактически без хорошей обработки почвы, без хотя бы глубокого рыхления, когда мы перемешиваем верхние слои с нижними, а в верхних слоях как раз на растительных остатках накапливаются эти заболевания и перезимовывают, а мы их должны внутрь, вглубь запрятать, чтобы они не имели шанса выйти наружу. Ведь подобного рода заболевания очень часто переносятся либо ветром, либо с каплями дождя, либо с каплями полива. Так вот, надо их спрятать внутрь и без хорошей обработки почвы здесь не обойтись. Второе, что необходимо сделать, это, конечно же, как следует подготовить семена. Нужно обязательно их протравить, но большинство протравителей действуют наружно. Внутрь протравителей не попадают. Попадание протравителя внутрь, либо длительное выдерживание в протравителе, когда семена не просто поверхностно обрабатываются, а еще и напитываются протравителем, может привести к снижению схожести или к снижению жизнеспособности тех же луковиц, вплоть до полной гибели, потери всхожести или потери жизнеспособности вегетативных органов. Поэтому методы протравливания достаточно ограниченно действуют, они убирают только поверхностную инфекцию. Следующее, что нужно делать, это соблюдать агротехнику, полностью и полно обеспечивать растения всеми необходимыми питательными веществами, создавая для них благоприятные условия. Очень важно не переувлажнять и не пересушивать растения. Любой физиологический стресс является прекрасным сигналом для начала атаки пероноспоры. Это касается и огурца, и чеснока, и лука, и винограда, и всех остальных растений. Следующее, что нужно сделать, это выбирать правильное место для посадки. Оказывается, пероноспора очень любит свет. Подмечено, и не просто подмечено, а хорошо изучено, что чем южнее располагаются растения, чем больше солнечной радиации попадает на растения, тем чувствительнее к пероноспорозу растения, тем пероноспора лучше развивается. Отсюда мораль. Огурцы в открытом грунте лучше выращивать под временным укрытием в виде спонбонда. Он и дышит, и немножко притеняет. Чеснок лучше выращивать в полутени, ну, по крайней мере, не на ярком палящем солнце, чтобы немножечко снизить инсоляцию. Если вы живете в умеренной зоне более северной, в этом случае, конечно, вы будете располагать в более солнечном месте вашей посадки. Почему? Потому что у вас и так солнца не хватает. А вот в южных регионах надо немножечко растения, которые чувствительны к пероноспоре, защищать от действия солнечной радиации. Следующее, что нужно отметить, пероноспор развивается хорошо тогда, когда имеются факты избыточного внесения удобрений азотных в первую очередь и недостаток калия и фосфора. В то же время избыток калия может вызывать занетрачивание ваших овощей и лука, и чеснока, и огурца, и других. Поэтому сбалансированное питание является очень важным. Если вы опытный огородник, вы на основе простых компонентов можете организовать подкормку вполне себе сбалансированную. Но для тех, кто не очень хорошо разбирается в агрохимии, лучше, конечно, пользоваться смесями, в том числе жидкими смесями. У нас есть об этом передача, здесь нет какой-то такой прямой рекламы. Здесь есть просто разумный совет. Если вы не очень понимаете, не очень уверены в том, что можете правильно сделать сбалансированное питание, в этом случае выбирайте какие-то готовые минеральные комплексы, в которых соотношение элементов питания уже сбалансировано, и соблюдайте инструкцию о периодичности подкормок и концентрации этих растворов. Мы по мере необходимости будем стараться снабжать вас калькуляторами для разных культур, согласно которых вы сможете составить удобрительные жидкие смеси для подкормок. Но мы это будем делать не сразу, а постепенно. Следующее, что нужно отметить, что пероноспора не очень сильно требовательна к хорошему продуванию посадок. Вот если в отношении фитофтороза как раз хорошая вентиляция, отсутствие капельной влаги является одним из важнейших факторов профилактики фитофтороза, то в отношении пероноспороза это не так важно. Поэтому вы можете делать более густые, более редкие посадки. Для пероноспороза это не имеет существенного значения. Очень важным является подбор сортов. Например, такие сорта огурца, как веросень, ну и по-другим надо читать описание, являются достаточно устойчивыми к пероноспорозу. Если пероноспороз того же огурца или чеснока является у вас проблемой, делайте как я, делайте испытания сортов именно в вашей зоне. Я ежегодно выращиваю 6, 7 и более сортов чеснока, из которых 3-4 являются новыми, впервые посаженными. И если я замечаю на них пероноспороз, я, конечно, такие сорта больше высаживать не буду. Поэтому подбор сортов является очень важным. Кроме того, если вы выращиваете лук на зелень, старайтесь использовать многолетние виды лука. Это и шнит, вот видите, здесь он возле меня как раз растет. И лук слезун, и лук батун, и лук клубневой, и другие, лук душистый, другие виды лука, для того, чтобы обеспечить себя этой ценной, витаминной и оздоравливающей продукцией. Потому что репчатый лук очень подвержен пероноспорозу. К сожалению, многие сорта подвержены. И поэтому хотя бы вы будете снижать нагрузку вот этого пероноспороза на свои посадки лука, внедрение многолетних видов на зелень. А уже лук, который вы выращиваете на репку и чеснок, можно подвергать разного вида обработкам. Каким обработкам, расскажем вам в следующем выпуске.